Писать, что вы меня слышите и что... Да, да, хорошо, да? Так, Лиза, пока вы одна, но я уже не буду дальше уже ждать. Давайте мы начнём с вами работать. Так, ну, вот посмотрите, пожалуйста, на экран. Давайте разберём все... Ну, даже у нас тут четыре задания Олимпиады прошлого года. Один вариант для учащихся восьмых-девятых классов. Один вариант для десятых классов и два варианта для одиннадцатых. Ну, давайте посмотрим. Здесь задания уже повышенной сложности и требуют более углублённого, что ли, изучения литературы, русского языка, чтобы вот получить, ну, достаточно высокий балл за ответы на втором этапе. Ну, давайте посмотрим. В каких произведениях русской литературы встречается описание зимней дороги? Ну, это вариант задания первого уровня сложности. И здесь не предполагается, что будет что-то сложное. Ну, здесь что можно назвать? Конечно, Пушкин самое простое. Зимняя дорога, стихотворение и бесы. Это роман Евгения Онегина. Это повесть Пушкина «Метель». Это капитанская дочка Пушкина. Ну, поэт Пушкинского круга Пётр Андреевич Виасимский. Знаменитое стихотворение «Первый снег», эпиграф, из которого использован Пушкиным к роману Евгения Онегина. Ну, конечно, это Гоголь «Ночь перед Рождеством». Это не Красов «Мороз, красный нос» и поэма «Кому на Руси жить хорошо». Поэма «Кому на Руси жить хорошо» крестьянка Матрёна Тимофеевна в ночь морозную идёт в город к губернатору, чтобы добиться возвращения своего мужа из армии. Там она падает прямо в ночь в снег на колени и молится. И она рассказывает странникам, что молиться в ночь морозную – это очень благодатно. И дальше ещё какие произведения? Конечно, Триф Николаевич Толстой «Повесть метель и война и мир». Антон Павлович Чехов «Белолобы», «Блок 12». Ну, и современный прозаик Леонид Изюхович «Зимняя дорога». Это о генерале Пепеляеве, организаторе «Белого движения» и его борьбе с Яковом Стротом, то есть представителем Красной армии в Якутии. Это вот такой роман. Ну, хорошо. Обратите внимание, 4 балла – это означает, что не менее 4 произведений вы должны будете назвать. Если больше, там всё равно вы получите 4 балла, а если меньше, то получите меньше. Так, назовите известные вам имена русских драматургов. Ну, это, конечно, Фанвизин, 18 век, Сумароков, 18 век, Александр Петрович. 19 век – Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Александр Николаевич Островский, Антон Павлович Чехов. Ну, 20 век – Горький, Булгаков, Анпилов. Ну, вот наиболее известные драматурги. И 4 балла – это то же самое, то есть не менее 4 драматургов. А если вы назовете больше, то всё равно получите 4 балла. Меньше – то меньше. В каких произведениях русской литературы рассказывается о жизни животных? Укажите название этих произведений и имя автора. Ну, конечно, классический рассказ Тургенева «Муму», рассказ Льва Николаевича Толстого «Лев и собачка», рассказы Чехова «Каштанка», «Беловой», Иван Алексеевич Бунин «Снычанга», «Куприм «Белый пудель», «Булгаков» «Собачье сердце», стихотворение Есенина «Корова», «Песня собаки», «Собаки Качалова», ну и знаменитое произведение Гавриила Трояпольского экранизированное «Белый бим», «Чёрное ухо». Хорошо, теперь перейдём ко второму. Ко второму уровню сложностей. Здесь несколько заданий. Ну, давайте на них посмотрим. Что такое аллегория? Дайте определение, приведите примеры на материале одного-двух произведений. Вот меня Настя спрашивает, да, задания для 11 класса, они типологически будут теми же самыми, только ответы нужно будет давать на материале уже русской литературы, но главным образом 20 века. Ну, мы дойдём ещё до 11 класса, там у нас два задания, мы их подробно разберём. Ну, давайте посмотрим. Ну, аллегория. Аллегория – это иносказание, да? То есть конкретное изображение предмета или явление действительности, заменяющее абстрактное понятие или мысль. Ну, здесь, конечно, басни Крылова, евангельские притчи, тоже они аллегорические, но из художественных текстов, вам хорошо известно, это калмыцкая сказка «Прорвал и ворона» из капитанской точки Пушкина. Ну, давайте дальше посмотрим задание пятое. Кому из перечисленных писателей и поэтов принадлежат следующие произведения? Ну, здесь вы, наверное, сами можете сказать, но я вам всё-таки ещё раз озвучу. Итак, Иван Александрович Кончаров, знаменитый роман «Обрыв», Иван Сергеевич Тургенев, роман «Накануне», Фёдор Михайлович Достоевский, униженный и оскорблённый, Леонид Николаевич Андреев, это «Ангелочек», его знаменитый, «Рождественский рассказ» и Александр Исаевич Толшеницын, «Красное колесо». Пять авторов и пять баллов. Назовите произведение Жуковского, шестое задание, по приведённым отрывкам. Ну, давайте посмотрим. Первый вариант А, да, это знаменитая баллада Жуковского Светлана, «Гадание Светланы». Б – это, конечно, знаменитое стихотворение Жуковского «Плавец». В – это стихотворение «Море». «Г» – это знаменитая легия «Вечер». И, наконец, «Д» – это фрагмент из баллады Жуковского и Олова Ашла. Ну, если даже вы не знаете эти произведения Жуковского, ну, а отрывки подобраны таким образом, чтобы вы, ну, по крайней мере, могли соотнести текст этого отрывка с названием. И, как бы, предполагается так, что здесь вы, соответственно, идёте между названием и фрагментом стихотворения. Так. Ну, седьмое задание предполагает ваш свободный ответ. Назовите ваше любимое литературное произведение, охарактеризуйте его в пяти предложениях. Вот обратите внимание, что не надо очень много писать. А здесь, во-первых, это ваше время уходит. Во-вторых, это умение мыслить конкретно, чётко, потому что литература жизни, как бы мы ни говорили, это точная наука тоже. То есть она требует вот чёткого выражения, чёткого понимания. Так. Вот здесь, как бы, оценивается шесть баллов, но в сущности оценивается любой ответ. И если ответ, ну, вот, достаточно полный, то тогда вот максимум вы можете получить шесть баллов. Ну, теперь давайте вернёмся, вернее, обратимся к заданиям третьего уровня сложности. Что здесь имеется в виду? Вот посмотрите, здесь даётся краткие фрагменты из биографии известных писателей. И здесь, конечно, задания составлены так, чтобы вы могли, ну, найти какое-то ключевое слово и по этому ключевому слову определить имя этого писателя. Ну, вот удивительное чувство охватывает вас при въезде в Тархан. Видишь часовню, спускаешься в склеп к его гробу и с горчью понимаешь, убит. Ну, Тархана – это пенсинское губернение, это имение бабушки Михаила Юрьевича Лермонтова. И вот второе указание, что убит, да, убит на дуэли, это вот всё говорит о том, что мы не должны ошибиться в ответе на этот вопрос. Дальше. Оказавшись в Петербурге, не всегда имея в кармане деньги, даже на полноценный обед, он начал сочинять азбуки и сказки в стихах. Так, тут я немножко пропускаю. Дальше, впоследствии, стал известен как поэт и журналист, издатель журналов «Современник» и «Отечественные записки». Речь пойдёт, конечно, о Николаю Алексеевичу Некрасову. Её стихотворение «Мне нравится, что вы больны не мной», с золотыми строгами, вписанного в историю мировой поэзии. Ну, понятно, это, конечно, Марина Ивановна Цветаева. И, наконец, русский писатель, участник Великой Отечественной войны, проведший несколько лет в лагерь для политических заключённых в Казахстане, лауреат Нобелевской премии по литературе. Ну, это Александр Исаевич Солженицын. Конечно, у нас не так много лауреатов Нобелевской премии, и это речь идёт о Солженицын. Итак, вот за каждый правильный ответ вы получаете по два балла, общее количество баллов – 8. Давайте перейдём к заданию девятого. Оно тоже довольно сложное. То есть вам будет предложен текст, и в этом тексте нужно записать последовательность развития сюжета или событий в этом тексте. Ну, а давай дистанционно и смотрите. Ну, здесь последовательность такая. В, то есть это встреча вот рассказчика с Думой. Дальше. В, когда рассказчик второй раз посещает станцию. И А – это когда он третий раз приезжает мимо этой станции, и уже нет ни Дуни, нет ни станционного смотрителя. И историю смерти смотрителя, посещения Дуни, вот его кладбище, то есть его могилы на кладбище, вот такая последовательность. Итак, В, В, А. Именно так и записывает. Александр Иванович Куприн, чудесный доктор. Так, ну, вы помните этот рассказ, как некий Мерцалов, глава семейства, оказался без работы, и накануне Рождества он буквально находится на грани самоубийства. И случайно он встречает в парке знаменитого хирурга Пирогова, но он не знает еще, что это Пирогов. И здесь последовательность такая – В, Б, А. То есть вот встреча их в парке, потом посещение Пироговым квартиры Мерцалова, где находилась его больная жена, и рецепт, и деньги, которые оставил незаметно, то есть деньги незаметно оставил Пирогов для этого семейства. И оно оказалось, ну, как бы сумело преодолеть эти трудности, и все в жизни этой семьи затем наладилось. Вот третье произведение – это знаменитый рассказ «Оставь его для детей. Стрижонка скрип». Ну, здесь последовательность такая. А – это вот рождение Стрижонка. Дальше. Б – это появление вот вошака, белая брюшка, которая учит летать. Стрижонка. И, наконец, Б – это эпизод, когда говорится о том, что стрижи улетают, вот, в одну ночь уносят с собой лето. То есть последовательность такая. А, В, Б. Так, задание десятое. Перед вами фрагмент при статье, известном в литературе веда Юрия Михайловича Лотмана, посвященной творчеству Пушкина, «Выразите свое согласие и несогласие с автором» в пятидесяти предложениях. Ну, в сущности, здесь важно, что как вы понимаете этот фрагмент, какие проблемы вы можете выделить, и как вы на них можете ответить. То есть как на них отвечает Лотман, и как на них вы можете ответить вы. Вот, поэтому здесь, конечно, главная проблема в этом отрывке – это проблема жанра романа. То есть роман в стихах, почему это новаторский жанр, почему Пушкин обращается к этому роману, какие традиции в мировой литературе предшествовали созданию вот этого жанра романа. И второе – это проблема повествования, то есть рассказ в жанре романа в стихах и рассказ, который ведется вот с позиции такой разговорной болтовни. То есть легкого такого повествования, свободного, где история героев перемежается с историей автора. Автор присутствует здесь и как повествователь, и как действующее лицо, и где он много фрагментов текста посвящает описанию собственного творчества, его интерпретации. В общем-то, вот эти проблемы, которые надо уметь выделить, ну, я думаю, что хотя бы одну-две вы выделите и ответите на них либо вот в контексте той интерпретации, которую предлагает Готман, либо вот в контексте своей интерпретации. Ну и дальше для мини-сочинения был предложен рассказ Василия Макарыча Супшина «Мастер» о том, как вот деревенский мастер взялся восстановить церковь старую, которая поразила его своей красотой. И вот есть тут несколько вопросов к этому тексту. Еще раз вам напоминаю, как в прошлый раз я говорила, что эти вопросы вам предлагаются для того, чтобы вы могли, ну, как бы осмыслить этот текст. И отвечать вы можете не на все вопросы. Собственно, ваш текст – это связанный текст, а не сочинение. И вы можете эти вопросы компоновать как угодно, в каком угодно порядке писать этот текст. Можете вообще на эти вопросы не отвечать, а сформулировать какие-то свои. Но самое главное – не делайте такую ошибку, как вот некоторые пишут. Вот первый вопрос, как описывается Семка, или с начальника рассказа, и начинают на этот вопрос отвечать. Это не сочинение. Это не связанный текст. Это вот, ну, как бы некий тест, который… или тест с элементами эссе. Если вы так ответите, это будет все зачитываться не очень высоко. Поэтому вот, если вам нужны эти вопросы, я думаю, что они нужны, они понимают осмыслить этот текст, выделить в нем главное и неглавное. И второе, если вам удобно, можете писать, имея в виду эти вопросы, вот, и создавать вот целостный такой мини-текст, на основании которого, ну, я могла бы оценить, или тот, кто будет проверять, и ваше умение понимать текст, умение создавать текст на основе вот исходного текста, ну, и, конечно, вашу грамотность. Так, ну вот, это задание для учащихся 8-9 классов. Теперь следующий вариант для учащихся 10 классов. И здесь уже задание, как вы сами увидите, более сложное. Ну, давайте посмотрим. В каких произведениях русской литературы встречается образ костра? Покажите название этих произведений и имя. Ну, так как это, да, не сложное, на самом деле все очень просто. Ну, вспоминаем Гоголя, Тараса Бульба, да, Тургенева, Беженова, Александра Николаевича Островский, Снегурочка, Толстой, Война и Миша, Чехов, Студент, Горький, Старок и Зернили, Михаил Александрович Шолохов, Тихий дом, Валентин Григорьевич Распутин, Прощание с Матерой, но и Виктор Петрович Остаревский, Царь Рыбы. Опять же, поясняю, что нужно назвать не менее четырех произведений, в которых встречается образ костра. Меньше четырех, значит, назвали два, значит, получили два балла. Тем более, если правильно еще назвали. То есть, название произведения и имя автора. Если назвали восемь произведений, все равно вы получаете четыре балла. Так, дальше. Кто из известных вам русских писателей был одновременно и рисовальщиком, или художником? Это, конечно, Василий Андреевич Руковский, Александр Сергеевич Пушкин, Михаил Юрьевич Лермон, Тарак Григорьевич Шевченко, Владимир Маяковский и Максимилиан Волошин. Ну, вот наиболее известные имена. То есть, вам достаточно назвать вот четыре имена русских писателей, которые были одновременно и художниками. Назовите основные жанры лирической поэзии. Ну, здесь сложности нет никакой. Вы можете назвать сколько угодно, но достаточно четырех жанров. Ну, что, ода, гинны, лейки, послания, идиллия, дума. Можно указать медитативную лирику, пейзажную лирику, гражданскую лирику. Вот, это уже как бы типы, типология лирической поэзии. И тоже четыре баллы. Задание второго уровня сложности. Что вы понимаете под кульминацией в художественном произведении? Приведите примеры на материале одного-двух произведений. А кульминация – это высшая точка напряжения в развитии действий. Ну, например, трагедия Шекспира Гамлет – это сцена мышеловки, когда Гамлет узнает, что действительно, то есть когда театр, приезжий актер разыгрывает драму пьесу мышеловка, и когда король узнает самого себя в лице того отравителя, который действует в этой пьесе мышеловка. Или, например, что касается романа Евгения Онегин – это убийство на дуэли с Онегином-Ленского. Это вот тоже кульминация романа. Хорошо. Кому из перечисленных писателей поэтов принадлежат следующие произведения? Ну, вот мы уже говорили. Лев Николаевич Толстой – это юность. Островский – это талант и поклонник. Леонид Андреев – ангелочек, мы уже упоминали, Владимир Набоков – это «Защита Лукшина» и Евгений Тушенко – «Станция зима». Так, назовите произведение Афанасия Афанасия Афанасевича Спьета по приведенным отрывкам. Давайте посмотрим, что здесь для нас оказывается важным. Опять же, вы можете узнать, откуда взято это произведение, но вы можете соотнести. Содержание этого отрывка вот с теми названиями или номинациями произведений Фета, о которых вот здесь говорится. Итак, свет небес высоких и блестящий бег, и сани далеких, одинокий бег. Ну, это чудная картина, как эти творения называются. Второй вариант – это «Осенняя роза». Очень красивый образ. И георгийный дыханием ночи обожгло. Ночь уже прохладно. В – это, конечно, «Зрей трошь над жаркой мигой». Стихотворение. Вариант Г – это «Вечер». И как бы тут отсылает нас к этому названию. Вздохи дня есть в дыхании ночном, то есть уже наступил вечер, а отголоски дня как бы еще ощущаются. И «Д» – это стихотворение классического Фета, шепот, робкая тихая. Задание седьмое. Назовите вашу любимую кинофиль. Характеризуйте его в пяти предложениях. Ну, здесь ваше творчество, все, что хотите, можете писать. То есть это вот, ну, это задание, конечно, было прошлого года. В этом году задание будет, ну, несколько другого типа, но вот по типологии это будет задание примерно то же. То есть там вам будет предложено высказаться по поводу того-то, того-то и того-то. Вот. И рассказать об этом в пяти предложениях. Итак, дальше давайте посмотрим. Итак, третий уровень сложности, десятый класс, передание Олимпиадной прошлого года. Да? Итак, ну, давайте посмотрим. Ключевые слова, по которым можно определить имя писателя. В 1821 году он поступил в класс Нешинской гимнастии и изучал юстиницу. Ну, конечно, это Николай Васильевич Волок. Не помню, что это не решено. Им было совершено долгое путешествие на Сахалин. Там писатель изучал жизнь сына. Ну, вы знаете, это Антон Павлович. Дальше. В. Кроме писательской деятельности он прославился и как журналист, так редактором журнала «Новый мир». Ну, конечно, это Александр Трехович IV. Он известен как поэр, парт, прозаито, сценарист, композитор. Он был участником Великой Отечественной войны. Здесь очень важно не спутать Высоцкого с Булатом Шаловичем Акуджавым. Это Акуджавый, потому что Высоцкий был ребенком еще во время войны, а Акуджавый был участником Великой Отечественной войны. Ну, давайте теперь посмотрим вот задание ребятая. Здесь предложен вам первый рассказ. Это рассказ Тургенева «Вешние годы». Последователь здесь такая. В. Б. А. То есть воспоминания Санина о своей жизни. Поводом служил вот этот крестик Гранатовый, который он обнаружил в коробке. Потом он вспоминает, как состоялась его встреча с Джемой. Это В. А затем свидание, которое Джема назначает ему, и как бы продолжение любви, но которое заканчивается вот так. Грустно для обоих героев. То есть последовательность такая. В. Б. А. Вы так и пишите. В Достоевске преступление и наказание здесь нет никаких сложностей. Здесь последовательность. В. Это фрагмент из сна Раскольников. Дальше. А. В. А. Когда Раскольников на площади признается в своем убийстве. И. В. Это уже Раскольников вместе с Соней на каторге в себе. То есть вариант такой. В. А. В. Так. И. Альфандр. Грин. Алый бруссал. Ну здесь последовательность такая. А. То есть предсказание, которое услышала о Соне. А. Дальше. Это В. Капитан Грей, который видел ее спящим лесу и надел ей на палец кольцо. И. Наконец. Вот это В. Когда она идет в окно эти алый бруссал и бежит на берег моря, чтобы встретиться Грей. То есть последовательность такая. А. В. В. Здесь предлагается отрывок из статьи Аполлона Григорьева, знаменитой Критиев XIX века. Анализ статьи, посвященной вот анализу комедии Грибаев. Ну здесь важно выделить, то есть здесь центральная проблема это образ Чацкий. То есть вот первое предложение Чацкий есть единственное героическое лицо нашей литературы. Вот как и главная проблема. И дальше необходимо ответить вот. На этот вопрос. Здесь я тоже не приглашаю вас к тому, чтобы вы писали очень много. Ну достаточно 8-10 предложений коротких, чтобы ответить на этот вопрос. Если вы не можете написать там 8-10 предложений, ну напишите 5. Это тоже будет хорошо. Напишла 5 предложений, уже 5 баллов вы получите за ответ на этот вопрос. Я забыла вам сказать, что вот задание 9 оценивается в 9 баллов. То есть за каждый правильный ответ вы получаете 3 балла. правильно выстроить вот это развитие сюжетной линии в рассказах, о которых идет речь, вы получаете 9 баллов. А вот в задании 8 за каждый правильный ответ выставляется 2 балла. Итого общая оценка, честно посмотрим, общая оценка 8 баллов. Так, то есть указательный и писательный. То есть здесь 2 балла за каждый правильный ответ. В задании 9 3 балла за каждый правильный ответ. Хорошо. Так, ну теперь мы переходим к тексту. Это текст «Лесная сказка» из собраний сочинений Дмитрия Малина Сибиряка. И опять вот 5 вопросов, которые помогают вам понять содержание этого текста и осмыслить его. И на основе этого текста создать свой текст, свое мини-сочинение и показать, насколько вы его можете его осмыслить, понимаете проблему, насколько этот текст там очень счетлива и вами порвает. Причем я не говорю правильно-неправильно, потому что нельзя в отношении художественного текста говорить о правильном непонимании, о правильном понимании. То есть у каждого, конечно, свое восприятие текста, как восприятие людей. Но умение читать текст и видеть там вопрос, вопросы поставлены, проблемы поставлены, образы, мотивы. Это мы учим в школе, это мы учим в университете. И вот это умение анализировать текст это уже некий навык, которым вы владеете, совершенно уверены, что владеете кто-то там в большем мире, кто-то в меньшее. Но для того, чтобы написать умение сочинения, не надо обладать слишком большим количеством этих навыков, просто нужно уметь читать текст, понимать текст, видеть проблемы, видеть образы, видеть красоту языка русского. И думаю, проблем у вас никаких нет. Итак, вот мы с вами разобрали два варианта заданий. То есть вариант первый для 8-9 классов, вариант второй это задание для учащихся 10 классов. Давайте теперь обратимся, если есть какие-то вопросы, вы можете мне задать по этим двум вариантам. А мы пока перейдем к варианту третьему. Да? Ну, здесь у нас обозначено у нас как первое. Это уже задание для учащихся 11-х классов. Ну, давайте посмотрим. Все, какие вопросы у вас возникают, пожалуйста, пишите в чате, я с удовольствием на них отвечу. Итак, вариант первый. В каких произведениях русской литературы описывается процесс чтения героев и книг? Ну, ведь это дано уже усложняется. От 8-9 классов, годится. Так, ну, конечно, это не адресы. Софья там читает книгу Пушкина и Геонидия, Верма, как герой нашего книга, Печорин, Кирицуэль, читает роман «Шотландский полетание» в Альтерс-Котове, Тургеник, «Отцы и дети», Гончаров, «Обломок», «Обрын». Два романа, где герои читают книги. Это, конечно, Достоевский, «Бедные люди». Там они читают «Поись Бога лишеней» и свои впечатления как бы в письмах предлагают. Это Толстой, «Война и мир», Анна Каренина. Ну, это, конечно, Михаил Александрович Бугаков, «Мастер Маргарита». Только читается, но пишется, как по роману на глазах у зрителя. Ну, конечно, по сторонам доктор Шувака. Второе задание. Ну, еще раз повторюсь, что достаточно назвать четыре. Произведения можно назвать и больше, но больше четырех баллов вы не получите. Так, назовите имена известных поэтов и писателей, относящиеся к первой волне русской эмиграции. Ну, это, конечно, те, кто уехал из России сразу же после революции, либо вот в 20-х годах. Ну, это Иван Алексеевич Бугов, это Гаррито Газда, это Борис Константинович Зайцев, это Георгий Иванович, это Владимир Набок, это Ирина Адольевцева, это Борис Попланович, это Михаил Азарький, это Алексей Реймцев, это Саша Черный, это Шмелев, это Иван Сергеевич. И Владислав Попланович. Ну, вот, тоже достаточно назвать только четыре имени. Назовите основные эпические жанры литературы. Ну, эпические жанры, это, конечно, роман, повесть, рассказ, новелла, поэма, почта. Итак, вот задание первого уровня сложности для учащихся одиннадцатого класса. Задание второго уровня сложности назовите авангардное течение в русской литературе начала двадцатого века и писателей, связанных с ним. Коммунгардным течением относятся футуризм, обофутуризм, эгофутуризм, группа мезоним поэзии и группа центрифуга. Ну, футуризм, конечно, это Владимир Маяковский, Элимир Клебников, Владимир Павлов. Обофутуризм, все остальные, то есть все предыдущие, и Елена Гуро, и Бенедик Лившиц, эгофутуризм, ну, это, конечно, мезоним поэзии, ну, если вы знаете, не знаете, можно написать Владюши Вченеевич, группа центрифуга, это Борис Пастернад и Николай Васильев. Да, можно, вот вы мне задаете вопрос, да, процесс чтения героев книг, конечно, чтение Евангелия, чтение там статьи, следователем Порфирием Петровичем статьи Раскольников, да, может, конечно, все верно. Так, давайте дальше посмотрим, кому из перечисленных писателей и поэтов принадлежат следующие произведения. Давайте посмотрим, ну, конечно, это «Мои университеты», принадлежащие в горьком трилоге «Детство в люди в моем университете», Ахматова, поэма «Безгероя», Шолохов, они сражались за Родину, Владимир Маканин, кавказский пленный, и Даниил Гранин, зубр. Назовите стихотворение Ивана Алексеевича Бунина к приведенному отрывкам. Здесь опять отрывки подбирались так, чтобы даже если вы не знаете название стихотворения, вы могли вот по предложенным вам вариантам заглавий как-то соотнести фрагмент текста и его заглавие. Ну, первое, это, конечно, «Последний шмель», это знаменитая стихотворение. «В» – это «Вестопад», такое большое стихотворение, о котором вы, наверное, говорили, я думаю, еще в средней школе. Дальше «В» – это «Собака», знаменитая, да, вот «Сидей Тун», «Ды», «Ды», «Ичумок», «Твои стадионы» и «Гестеры». Дальше «Г» – это, конечно, «Вечер», не случайно вот вам подсказка, «День вечерей», «Небо опустело», «Бол молодой», «Неслышаный гумен». И «Д» – это стихотворение «Первый снег». белый скальпище «Поле» вот вам как бы такой ключевой образ, соотнеся с названиями и стихотворение «Польные», вы можете его правильно определить. так, ну, Лиза, я вот не совсем понимаю в последнем задании, то есть вы имеете в виду, что мини-сочинение? Нет, ну, можно и проанализировать произведение. Вообще мы называем мини-сочинение, но если у вас есть, как бы, навык составления, ну, такого аналитического эссе или эссе с элементами анализа художественного текста, да, это более высокий уровень. И мы на благодарительных курсах у нас учим этому прежде всего, и этим занимаются школьники вот в Томском моментальном лицее. Да, это лучший вариант. Проанализировать произведение, если можете. Если не можете, пишите просто сочинение, потому что, как бы, задания составляются, ну, такие универсальные для школьников разных регионов и школ, и лицеев, и поэтому с разным уровнем подготовки. Ну, и я пишу задание мини-сочинение, но на самом деле это можно понимать широко, да. Я понимаю, если будет анализ текста, то это будет лучший вариант. Более ценится, что ли, и оценивается высоко. Выше. Но это кто уже как подготовлен, и кто имеет какой навык в работе вот с этими мини-сочинениями. Так, ну и вот посмотрите, седьмое задание. К какому литературному порталу в интернете вы чаще всего обращаетесь? А, что, скажем, хартикеризуйте его в пяти предложениях. Да, вот задания такого типа повторяются, и уметь работать с интернетом, с литературным материалом в интернете, а характеризовать его, это очень важно. Ну, давайте вернемся к заданиям третьего уровня сложности в 11-й классе. Так, указать имя писателя. Родился в Киеве в семье преподавателя духовной академии. В 1909 году поступил в Киевский университет на медицинский факультет. Ну, конечно, это Михаил Афанасьевич Булганов. Киев – это вот такая подсказка. В 1929 году он дописал роман Чевенгур. Дальше. Спустя год поставил финальную точку в социальной притче Казалава. Ну, понятно, что это Андрей Платонович Платонов. Вот здесь прямо произведение называют. Безусловно, он был и остается знаковой личностью для нашей страны. Многогранность его таланта позволяет судить о нем как о гениальном поэте, ярком актере и самобытном исполнителе писем автор Генопе Владимир Семенович Усоцкий. Свои первые стихи на Казалаве Силье спустя 4 года юный поэт отправил свои произведения на рецензию Боису Пастернаку. Но речь идет об Андрея Андреевича Висовского. Итак, на каждый правильный ответ по два пауза. Девятое задание. Три текста, и первый из них это куплим гранатовый браслет. Но здесь последовательность такая. А, то есть день именин, две решения. В и Б, когда она уже узнает о смерти. желудковая, понимая, что во его лице она имела такую исключительную любовь, о которой могут мечтать со многими женщинами. И вот этим как раз и совершается рассказ Пустовский. Картина с словами и шишками. О композиторе Григе, который посвятил свое музыкальное произведение дочери, лесника Дарни Петерсен, здесь последовательность такая В. То есть БВА. БВА. То есть композитор, получается, встречается с девочкой в лесу. Дальше он пишет для нее вот эту музыкальную пьесу. И она уже взрослая, слушает эту пьесу и слышит посвящение к ней. И вот. Узнает или вспоминает об этой случайной встрече в лесу. Ну и наконец-то у Женицына от Рёни Двор. Здесь последовательность такая В.А.Б. Ну особенно здесь, конечно, финал очень поднаголый. Именно это финал повести, что все мы жили рядом с ней и не поняли, что она есть тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село, не горжет, не всякий, да наш. Итак, за каждый правильный ответ на вот эти вот фрагменты из текста вы получаете по 3 баллах в общей сложности. Ну вот фрагмент из письма литературоведа Т.М. Герштейн Борису Леонидовичу Пастернаку по поводу его романа «Доктор Шиваго». Ну здесь то же самое. Вот совместение этого романа с романом «Толстого» и «Мир». Та эпопея, эта эпопея и вообще о чем она? Эта эпопея Пастернака, какие события там описываются. И вот реакция одного литературы веда вот очень известного Леонид Герштейн, который много писал о Леониде, кстати, вот известному писателю Борису Леонидовичу Пастернаку. Ну вот, тоже, ну я думаю, что максимум 8-10 предложений, много не нужно писать здесь. Вот, пишите кратко, емко, чтобы я могла, чтобы я могла, или тот, кто будет проверять, вот, оценить вот ваше, уже непросто, как бы, понимание текста, умение анализировать его, видеть проблемы. Так вот, Саша задает вопрос, можно ли участвовать в Олимпиаде онлайн? Да, конечно, можно. Только мы там ограничим время вашего ответа на вопрос. Ну вот это вот эссы очень интересное, Протского, Альнеции, Набережная Пуцелима, ну то из вас был Венец, это помнит, конечно, вот этот экран-канал, и описание вот самой Венеции и вокзал Сан-Та-Лючия, куда прибывают поезда. Ну вот, здесь такой фрагмент очень интересный, и Сан-Марко в снегу, ну вот, Протский был Венец, как правило, обычно всегда зимой, в декабре он приезжал, и вот это вот маленькое эссе, то есть фрагмент из его эссе, на Адринометре его администрации. И вопросы, которые тут вот предлагаются вам, ну я еще раз хочу сказать, что отнеситесь к этим вопросам совершенно свободно, то есть, если они вам помогают понять текст, опирайтесь на них, если не помогают, сделайте вид, что их нет, и когда пишете эссе или аналитическое эссе или мини-сочинение, не отвечайте на форме тестов, на каждый вопрос, этого не надо. То есть вопросы можно менять, можно их вообще не использовать, можно их переставлять, можно добавлять собственные, это для себя, но в сочинении или там в анализе текста эти вопросы могут и не присутствовать. Важно вам создать вот свой текст, а эти вопросы это как опора для этого текста, для его написания. Итак, вот мы с вами переходим, наконец, уже снова. Это будет уже четвертый вариант у нас, а для 11 классов это задание второго варианта, но мы снова их разберем, все эти вопросы, чтобы вам было примерно понятно, о чем здесь идет речь, и как нужно отвечать на эти вопросы. Какие произведения в русской литературе отличаются образы Петра I? Ну, это, конечно, эпическая поэма Ломоносова, Петр I, это Пушкин, араб Петра Великого, Полтава, медный садик, пир Петра Великого, на всех словах, это Алексей Николаевич Толстой, маленький рассказ, день Петра, и роман Петра I, это Дмитрий Мережковский, роман антифлиц, который имеет заголовок Петра Алексеев, но и Юрия Тенианова, тосковая персона. Ну, вот это такие самые известные произведения, не обязательно эти, вы можете читать и другие, если они вам известны. Назовите имена писателей-реалистов в русской литературе Снегриного языка. Ну, реалисты, это, конечно, Горький, Бомик, Куприна, Андреев, Шмелев, Короленко. Назовите известный вам жанр древней русской литературы. Ну, это летопись, житие, слово, послание, получение, повесть, чьи именеют. Вот. Ну, достаточно вот, ну, несколько назвать, и этого будет достаточно. То есть, не менее, 4. Хорошо. Теперь перейдем к следующему заданию. Мы немножко посложнее. Задание второго уровня сложности, задание четвертого. Что понимается по терминам искусства для искусства в литературе структуре. Приведите примеры на материале одного-двот. То есть, чистое искусство или искусство для искусства, это буквально название таких эстетических концепций, общий смысл которых заключается в том, чтобы утвердить самоценность искусства как такового. Продекларировать отказ искусства от какой-либо политической ангажирования. Это не программировать, ну, скажем, не вовлеченность в политику, в общественные какие-то течения, или интуисть. То есть, это искусство, целью которого является само искусство. То есть, воспевание красоты, эстетических объектов, ну, и, конечно, писатели чистого искусства были Хер, о котором мы говорили, там, любое произведение может быть, «Осенняя роза». Это Тючер, это Алексей Константинович Толстой, это Аполлон Майкл, это в основном XIX веке, это Александр Васильевич Дружинин, теоретик вот этого направления искусства для искусства, или этого, это эстетической концепции искусства для искусства. Хорошо. Ну, давайте вернемся к заданию пятого. Кому из перечисленных писателей поэтов принадлежат следующие произведения? Ну, я думаю, сложности здесь нет никакой. Это блок поэма «Возьмите». Причем, обратите внимание, здесь будут вам предложены не хрестоматийные, школьные произведения, а другие произведения вот того же самого автора. Да, вот Саша меня спрашивает, то есть задание 1, 2, 3 надо выхаживать не менее 4 ответов. Да, 4 ответа, это уже максимально вы получите 4 балла. Если вы укажете больше, там, 5 авторов, или 5 названий произведений, вы все равно получите 4 балла. Если вы укажете меньше, 1, 2, там, текста, их названия, авторов, то вы получите 1 или 2 балла. Так. Ну, давайте посмотрим, какие вопросы. Ну, блок – это «Возмездие», Мандельштам – это «Камень», Рубцов, Николай – это «Звезда полей», Юрий Бондарев «Горячий снег» и Юрий Валентин Штрифонов – это его роман «Старик». Назовите произведение Есенина по приведенному отрывкам. Ну, давайте посмотрим. Ну, первый отрывок – это отрывок из поэмы Есенина Анны Снегина. Второй отрывок – это стихотворение Чуренуха. Третий отрывок – это «Весенний вечер». За борт подернутся ленты розовой. Вот, как бы, отсылка к названию. Ну, мой милый джим – это, понятно, собака Качалова. И фрагмент под буквой «Д» – это «Русь советская». Ну, и обратите, то есть за каждый правильный ответ вы получаете один балл, максимально пять баллов. Задание седьмое. Какими электронными библиотеками вы пользуетесь? Охарактеризуйте их в пяти предложениях. Ну, здесь вы можете назвать какой-то электронной библиотеке. Вот, да. Библиотека Машкова, например. Или вы можете там пользоваться электронным каталогом научной библиотеки Томовского университета. Это тоже будет засчитываться, как правильный такой ответ. Ну, нужно оплотеризовать там структуру этой библиотеки. Что там удобно, неудобно. Какие там сайты, как это все расположено, кто-то не знает, кто-то пытается. Ну, это все что угодно вы можете писать. То есть нужно было писать в прошлом году. Ну, давайте посмотрим тогда не третьего уровня сложности. Итак, имя писателя. Ну, годы иммиграции для него были сложные. То есть понятно, что речь идет о писателе-иммигранте. Вот эти произведения преподобный Сергий Радонежский, Алексей Божий Человек. Вот это, конечно, Борис Константин читается. Русский писатель-имгрант. «Глубая звезда» Вот его знаменитая. Сборник рассказов. Повесть и сборник рассказов, которые тоже так же называются «Глубая звезда». Постановление ЦК ВКПБ о журналах «Звезда Ленинград» от 14 августа 46-го года привело запреты на издание его произведений в трапе писателей. Это, конечно, речь идет о сущем году. Дальше. Ну вот здесь, в задании В, или в варианте В, упоминается трилогия «Прясли». Автором этой трилогии является Федор Абрамов. Молодая поэтесса вела себя очень дерзко. Ну, молодая поэтесса, вот автор сборников «Струна», «Цвеча», «Метель Тайна» это было в модели. Вот, меня Саша спрашивает. Так, ну, значит, а какие критерии оценивания у эссе? Да, то есть, ну, максимально там вы можете получить за эссе 40 баллов. Из них 10 баллов – это ваша грамотность, а остальные 30 баллов – ну, это умение выделить проблему, умение композиционно выстроить свое сочинение, умение логику соблюсти, то есть там не перескакивать с одного на другого, а иметь какой-то внутренний для себя план, и вот по этому плану отвечать. Вот, умение, ну, видеть особенности образа и структуры этого текста, то есть выделить в нем ведущие образы, мотивы. Итак, то есть 10 баллов мы убираем на вашу грамотность, то есть максимально, что я могу вам снизить за грамотность – это 10 баллов, ну, когда там, скажем, 5 орфографических ошибок, ну, и, может быть, 7 пационов, то есть это уже 10 баллов убирается, а все остальное – 30 баллов. Это умение видеть проблему, еще раз повторюсь, образы, мотивы, композиция вашего ответа, то есть это не должен быть какой-то сплошной текст. Когда там много цитат, это тоже считается не очень хорошо, потому что есть мини-сочинения, которые состоят практически из одних цитат из текста. То есть, ну, я как бы понимаю, что человек, ну, не совсем свободно владеет вот передачей материала, ему проще вот взять текст, его процитировать и как-то прокомментировать. Ну, такие в основном требования вот к этому самому тексту. Да, еще и если у вас будет возможно поместить свое эссе в какой-то историко-культурный контекст, ну, то есть, если, допустим, вы пишете о Пушкине, то другие произведения этого автора, которые вы называете, это называется, собственно, историко-культурный контекст произведений писателя. А если вы вписываете там творчество Пушкина, ну, скажем, называете еще вот схожие произведения, там, Вермонтова, Гоголя, там, Тургенева, или вписываете вообще Пушкина в мировой контекст, там, Байрон, Шетабриан, Виктор Гюлго и что-то еще, то это, конечно, тоже как-то ценится, я вижу и проверяющих кто будет проверять вот уровень вашей подготовки или уровень вашей начитанности. То есть, вот еще будет учитываться вот этот контекст того автора, которому пишете, или та проблема, о которой пишет автор, как она там в других текстах, там, русской, мировой литературы освещается. Так, на Саше вопрос отвечаю, сколько электронных библиотек там можно приводить? Ну, можно провести там, ну, я думаю, две как минимум, можно три. Главное, что вы должны как бы представлять себе, что есть такая электронная библиотека, знать эти электронные библиотеки. Ну, это было в прошлом году, просто, ну, чтобы вы знали, что будут задания, связанные вот с умением как бы работать в интернете. Да, вот одну-две библиотеки, охарактеризовать его дизайн, этой библиотеке, охарактеризовать вот те тексты, ну, вернее, не охарактеризовать, а просто перечислить, какими текстами вы пользовались и что там было удобно или неудобно для вас вот в этой библиотеке. Можно сравнить там какие-то библиотеки, которые вы знаете, или текстами, которыми вы пользуетесь, вот, и насколько там удобно пользоваться вам, неудобно. Давайте перейдем к годам и девятым. Здесь вам было предложено три текста, уже все писатели 20 века. это горький чулкаш, последовательность такая, б, то есть речи чулкаша с гавриным, а, и, наконец, В. То есть В, А, Леонид Андреев, Баргамот и Гараська, ну, это тип такого пасхального рассказа в русской литературе. И здесь последовательность такая, А, когда в пасхальную ночь Баргамот стоит на углу Пушкарной, в Денье-Пасадской улице и встречает вот этого пьяного Гараська. Это В, когда Гараська разбил яйцо нечаянно. И В, это когда Баргамот приглашает его к себе домой, ну, на вот этот пасхальный обед, что ли, или на разговорение, как говорилось всегда. Итак, последовательность такая, А, В, В. И, наконец, эти рассказы, эти рассказы хорошо известны вам, вот рассказов шиналу, микроскоп, последовательность такая, В, В, А. Так, ну, и еще раз, за каждый правильный ответ три балла в общей сложности. Ну, и, наконец, вот десятая, фрагменты статьи «Критика литературного Семенова», посвященная анализу рассказов шиналов, на обведение у Ивана Дмитриевича. Читаете рассказ, то есть, предполагается, что вы его знали, интерпретацию фрагмента вот, этого рассказа, или, одной из проблем, поставленных в этом рассказе к Ритикам Семеновой, понимание того, о чем она говорит, ну, это, как я посмотрю, дается гораздо сложнее, иногда даже вам легче написать сочинение, чем вот ответить на это задание вот в объеме там 5-8-10 предложений. То есть, здесь, конечно, речь идет уже об аналитике, об умении анализировать эти вопросы, о проблематике анализа художественного текста. Это не всегда у вас получается. Ну, для ССЭБО предложен в прошлом году под рассказом «Критика литературного Семенова» и «Критика литературного Семенова». «Критика литературного Семенова». Ну, и вопросы, которые были иные. Итак, ну, вот все задания мы с вами разобрали. Задания примерно будут такого же типа, но где-то там могут быть небольшие изменения, но в сущности структура задания это три уровня сложности. Первый уровень сложности, второй уровень сложности и третий уровень сложности. и так же будет вот эссе и так же будет мини-сочинение или аналитическое эссе. Нет, вот в эссе Саша пишет. Еще раз повторюсь. То есть, давайте мы с вами не будем подать. Вот эссе это все-таки вот пять, десять, пять, восемь, десять предложений задания одиннадцатого, задания десятого. А если вы пишете мини-сочинение, то есть, еще раз, вы неправильно понимаете, вот эти вопросы даются вам для того, чтобы вы осмыслили текст. И не надо отвечать ни на какие эти вопросы. Вы должны создать целостный текст, опираясь на все эти вопросы, которые вам предназначены. То есть, эти вопросы вам даются для того, чтобы вы сумели погрузиться в этот текст, понять какие-то моменты, которые, может быть, вы где-то для себя еще до конца не поняли. Они помогают вам понять текст. И когда вы пишете, вы можете вообще эти вопросы не принимать во внимание, либо можете внутренне опираться на них, но это не значит, что вот вы берете, это не тема для сочинения, это просто вопросы для понимания текста, или помощи, или вспомогательные вопросы, которые помогут вам ответить на, не то, что ответить, которые помогут вам написать. Это мини-сочинение или такое аналитическое эссе по тексту, вот, допустим, Владимира Тендрикона. Все, то есть, не делайте такие ошибки. Вот. Вы можете написать и в конце вы можете сказать, допустим, почему вот вы считаете, что этот поезд называется «Весенний переверныш», и как вот заглавие этого произведения соотносится с вопросом, проблематикой, с тем эпизодом, когда вот второй влюбляется в девочку, которую он никогда раньше не замечал, не обращал на него внимания, вот наступила весна, и как будто у него открылись глаза, и вот он увидел, какая она красивая, и как она похожа на Наталью Бочарову, то есть, ну, обращайтесь с этими вопросами совершенно свободно, факультативно. И ни на какой из этих вопросов специально отвечать не надо. Вы пишете целостный текст. Я читаю, или кто там проверяет, будет читать только целостный текст. И оценивает, вот как, и я оцениваю, или кто-то другой оценивает, как вот такое целостное произведение, написанное на материале вот того текста, который мы вам предложили. Ну, если хотите, есть такой термин метатекст, то есть, это текст о тексте. Вы пишете метатекст, то есть, текст на основе, свой текст на основе текста, который мы вам предложили. Так, ну, хорошо, вот я на этом совершаю свои выступления, свои комментарии. Пожалуйста, если еще есть какие-то вопросы, вы можете мне задать, если нет, то мы уже с вами расстанемся и встретимся, наверное, на уже олимпиаде. Так, ну, смотрю, да, слышу, вижу, что кто-то пишет. Настя, да. А, ну, все, ну, хорошо, вам тоже спасибо, что вы